Компонент рас практически не содержит настроек. Единственное, что тут есть, это кнопки «Сгенерировать список рас» и «Сгенерировать расу» и «Общее число рас». Все параметры расы лежат в диапазоне от 0 до 255, за исключением рождаемости. Рождаемость указывается целым числом детей, которые может иметь особи. Иерархия содержит 5 званий, которые может носить представитель расы. От высшего к низшему. Моральные ценности влияют на взаимоотношения с другими расами. Вы можете перейти к нации, нажав на соответствующую кнопку. Нация представляет собой список имен всех представителей расы, которые сейчас живы. При нажатии на имя вы переходите к характеристикам персонажа. Все характеристики, за исключением плодовитость, лежат в диапазоне 0 до 255. Плодовитость является целым числом детей, которые может иметь персонаж за свою жизнь. Также здесь указана его краткая биография и шрамы. Вы можете просмотреть навыки персонажа, нажав на соответствующую клавишу. Вы можете просмотреть взаимоотношения персонажа с другими персонажами, нажав на соответствующую клавишу. Вы можете просмотреть внешнюю политику расы, а именно взаимоотношения с другими расами и владения. Для того, чтобы другая раса отборозилась во внешней политике, необходимо, чтобы представители двух рас встретились. Для этого необходима генерация лора. Для того, чтобы у расы были владения, необходимо распределить регионы на карте, а также сгенерировать несколько лет истории. Переключения между расами осуществляются по соответствующим кнопкам. На этом урок по компоненту расы закончен.